Азербайджан-Армения, мир, или, армянский табор уходит в небо. Видимо недаром говорится, что соседи не выбирают. Они бывают историческими. Но к нашему сожалению армяне не наши исторические соседи, а подселенные к нам Российской империей после завоевания Иреванского ханства, а в дальнейшем всего Южного Кавказа. Армяне, а точнее хайский народ жителей Арменийского Нагорья Турции. Их этих хаев, а потом армян многие империи всегда использовали в своих геополитических целях. Если этой целью раньше была Османская империя, то в настоящее время они используются в основном против Турции, а теперь и против Азербайджана. Да и в общей целью Российской империи в создании впервые на Южном Кавказе, государство под названием «Армения» имело стратегическое значение. Этим Российская империя создавала далеко от России буферную зону и форпост в защите своих границ от Османской империи и Шахского Ирана. Конечно же Россия исходила из своих геостратегических целей. Но она при этом подложила под Южный Кавказ мину замедленного действия. А проще говоря Россия подложила под Азербайджан свинью. Которая вот уже на протяжении 200 лет занимается дестабилизацией и в претерриториальных претензиях ко всем своим соседним государствам. Хотя сама Армения маленькая и бедная страна, но ее амбиции и аппетит огромный и неусвоиваемый. С массовым приходом армян на Южный Кавказ, они стали катализаторами нестабильности, войны марионеткой сильных стран. Но надо признать то, что армянские амбиции постоянно остаются неудовлетворенными. А после их использования, армян выбрасывают на обочину истории. Эта же история происходит и в настоящее время. Во время распада СССР, армяне воспользовались моментом и с помощью вечно пьяного Ельцина и продажного Грачева оккупировали почти 20% Азербайджана. И 28 лет продержали наши земли под оккупацией. Мы не смирились с этим и после 28 лет подготовки освободили наши земли. И за все эти годы несмотря на 4 резолюции Совбеза ООН, Армения не думала исполнять эти резолюции. Да и зачем ей это надо было делать, если ни одна страна западного мира и три ее представителя Минской группы ни разу Армению не то чтобы принуждали это сделать, но даже их и не пожурили. Вот так Армения и все армянство мира посчитали себя чуть ли, не пупами земли. Но это была обманчивая иллюзия. Так как после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности, Армения и армяне как всегда оказались у разбитого корыта. Оказалось, что они сироты и никому не нужны. Да и кому нужна эта страна, народ которого незаслуженно считает себя, очень древним, великим и умным. Но при этом почему-то эта страна прозябает в вечной нищете и клянчит в телевизионных марафонах по всему миру. Хотя достаточно одного взгляда на карту его местоположения и понять одно. Что Армения выживет только в одном случае. Это при тесном сотрудничестве со всеми своими соседними государствами. И в первую очередь с Азербайджаном и Турцией. Так как без этого у Армении как государства нет перспектив в экономическом развитии и в сфере безопасности. Если Армения и ее правительство это не осознают, то ее будущее смотрится очень туманным и не очень радужным. Хотя Пашинян и его соратники осознали эту неутешительную реальность оказаться не у дел всех транспортных и логистических проектов. Азербайджан уже подписал с Ираном договор о транспортном коридоре по ее территории в направлении Нахичевана, а далее в Турцию и Европу. Так что для Армении остается последний шанс запрыгнуть уходящего поезда. И этой попыткой окажется встреча 2 мая в Брюсселе помощника президента Алиева Хикмета Гаджиева и советника национальной безопасности Армении Армена Григоряна. И от этой встречи будет много зависеть. И в первую очередь для самой Армении. Хотя честно сказать Пашинян и его команда пытаются договориться с помощью Запада в лице Европейского Союза и США подписать мирный договор с Азербайджаном. Но этому как всегда препятствует Кремль и ее имперские силы. Наверное вы все помните когда Сержик Сарксян хотел подписать договор с Европейским Союзом. Но после встречи с Путиным и разговора с ним, Сарксян вышел выжатым как лимон. Он развернулся на 180 градусов и подписал договор о вхождении в Российский экономический союз. Вот и сейчас после встречи в Марте Алиевой и Пашиняна в Брюсселе с главой ЕС Шарлем Мишелем и о начале подготовки мирного договора, Никол Пашинян был вызван в Москву для встречи с Путиным. И опять почти та же картина. Сломленный вид Пашиняна и его невнятные и противоположные заявления. Хотя армяне должны понять раз и навсегда. Что Азербайджан и его народ никогда не допустят и не позволят создание второго армянского государства на наших землях. Или они должны осознать это и принять наше гражданство. Или армяне Карабаха должны сам определиться уже в форпост республики Армения. И другого пути нет не для них и тем более для азербайджанского государства нет. И как говорил президент Алиев, больше нет НКР, а есть Карабах. А Карабах это Азербайджан. Но задается вопрос. А почему России не выгоден мирный договор между Азербайджаном и Арменией? И налицо все попытки Кремля и лично Путина в недопущении этого сценария между нашими странами. Ответ прост. Если мы подпишем мирный договор и начнем межрегиональное экономическое сотрудничество. То тогда отпадет вопрос этих военных баз России с их миротворцами в нашем регионе Южного Кавказа. Станет актуальным вопрос о выводе всех этих миротворцев из Карабаха, да и самой Армении также. Которых правильнее назвать миропритворцами. Но этот вывод и дальнейший мирный процесс между нашими странами не выгоден имперским стратегам Кремля. И как я всегда говорил, это будет началом геополитического изменения в нашем регионе не в пользу России. Но Россия никогда не согласится на такой сценарий и будет сражаться за свой форпост до последнего армянина. Вот поэтому кремлевские агенты из пяти колонны в Армении запустили свой дестабилизационный проект в Ереване против Пашиняна и его возможного подписания мирного договора. Конечно же верными марионетками Кремля в Армении являются его агенты влияния в лице Кочаряна и Сарксяна. Но в данное время на авансцену вышел верный солдат Кремля и Лубянки в лице бывшего главы спецслужб Армении Артур Ванецен. И недаром говорится, что бывших чекистов не бывает. Вот и этот Ванецен честно отрабатывает свой хлеб перед своими хозяевами. Именно поэтому Армения бурлит и неизвестно, что будет в Армении в случае подписания Пашиняном этого договора. Возможен сценарий государственного переворота, или физического устранения Пашиняна конечно же мы желаем и хотим видеть мирный и развивающийся Кавказ. Но последнее слово будет за армянским народом. А Азербайджан видимо в последний раз предупреждает Армению больше мы цацкаться и играть с армянскими хотелками не собираемся. Или они примут этот наш мирный план из пяти пунктов, или армяне останутся в глубокой яме под названием неизвестность, горечь обитой поражений. И скоро мы узнаем, состоится ли встреча Алиева с Пашиняном и будет ли подписание мирного договора. В чем очень сильно нуждается именно Армения. Или противостояние усилится, с возможным в дальнейшем вооруженного конфликта. Которая не нужна в первую очередь самой Армении. Так как в 44-х дневной войне за освобождение Карабаха и всех оккупированных наших земель, Армения потеряла большую часть своей армии. И навряд ли ей удастся создать в ближайшие 20-30 лет современную армию для борьбы с Азербайджаном. А новая вооруженная эскалация приведет Армению к катастрофе. Армению массово покидают, дальше будет еще хуже. Из Армении станут массово не покидать, а бежать. Вот поэтому я привел цитату из одного советского популярного фильма. Сменив в заголовке слово «цыганский» на «армянский». Которое будет звучать как «армянский табор уходит в небо». А уйдет этот табор, или нет, вопрос времени. И надеюсь армяне не обесудят меня за такое сравнение. Так как мы все знаем, что часть армянского общества называются армяне «боша». А слово «боша» означает «цыгане». Автор Габель Мерзоев. Продолжение следует. Отпемь. Отпемь. Продолжение следует...